Обзоры оперативных совещаний правительства Республики Башкортостан неумолимо превращаются в комедийные передачи. Я всячески пытаюсь этому противостоять. Все-таки исходной задачей наших обзоров было более глубокое понимание того, что происходит в правительстве Республики Башкортостан и во власти Республики в целом. Однако неизбежно то, что там происходит, на самом деле по сути, кроме как смеха, вызвать почти уже ничего не может. Кто-то из классиков середины 20 века говорил о том, что при подобных стечениях обстоятельств смех, возможно, и спасает нас. Ну, не знаю, как в нашем случае, но время от времени, конечно, посмеяться можно. Меня не покидает ощущение того, что между редакцией нашего канала и Белым домом Республики Башкортостан все-таки установилась некая тантрическая, космическая или еще какая-то ментальная связь. Только мы в прошлую субботу подробно поговорили о рейтингах, которые угодил Ради Хабиров и Башкортостан по части образования. Ну, и мы говорили о том, что эти рейтинги очень низкие, фактически показатели Республики и главы Республики находятся на самом дне этих оценочных суждений, как сразу же после этого в понедельник Ради Хабиров начал оперативное совещание именно с рейтинга. Видимо, переговорив во сне с редактором нашего канала, Ради Хабиров все-таки нашел, отыскал рейтинг, в котором хвалят его и Республику, и это оказался рейтинг агентства стратегических инициатив, и это был рейтинг оцифровки имущественных услуг в Республике. Согласно утверждениям Хабирова во вступлении к оперативному совещанию, Республика Башкортостан неимоверно продвинулась вперед именно в оцифровке имущественных услуг, 7 или 9 или 17 услуг были подвергнуты этой оцифровке. Хабиров без конца восхищался тем, как ловко и быстро это удалось сделать. Впрочем, не рассказав ни об одной из услуг конкретно, мы так и не поняли из его речей, о чем, собственно, идет речь, и что же там так волшебно оцифровала мадам Полянская. Хабиров даже рассказал трогательную историю, как ему позвонили из ОСИ и усомнились в реальности этих успехов, но он убедил их, что все реально, и рейтинг, как говорится, рванул вверх. В любом случае, мы рады тому, что у нас установилась вот эта связь, вот этот контакт, мы уже почти общаемся с друг другом, так что, надеюсь, в дальнейшем наши передачи станут еще более интересными. Первым докладом, как обычно, был доклад Максима Васильевича Забелина, вице-премьера, орденоносца и почему-то все еще не фельдмаршала. Забелин сообщил нам о том, что уже свыше 30 тысяч, по его мнению, человек заболело в Башкирии коронавирусом, из них 82% вылечились. Но больше нас уже интересуют вопросы и аспекты вакцинации. Забелин сообщил, что 65 тысяч человек уже вакцинированы обоими препаратами спутник ВИ, я имею в виду первый и второй укол, в общем 65 тысяч человек. Это полтора процента населения. На прошлой неделе было 40 тысяч человек, то есть примерно 1% населения, из чего мы делаем вывод, что в неделю Забелин изо всех сил вакцинирует полпроцента. Если такими темпами дальше вакцинировать население республики, то вакцинируемся мы к 2025 году. Вот, собственно, все достижения Забелина, его усилия, его возможности. Значит, фельдмаршал, орденоносец и вице-премьер Забелин, мужчина фантастической жадности, который готов у сироты отобрать последние деньги, вот он нас вакцинирует со скоростью полпроцента населения в неделю и, наверное, может быть, с его помощью мы вакцинируемся к 2025 году. Также Максим Васильевич сообщил нам совершенно ошеломительную новость о том, что с 15 марта, то есть со вчера, в здании оперного театра, я не оговорился, именно оперного театра, открывается временный пункт внезапной вакцинации людей, которые никуда не записывались, значит, вакцинироваться, приходят спонтанно и вакцинируются. В оперном театре на улице Ленина почему-то открывается пункт вакцинации. Я не понял, у нас что, эвакуация? У нас что, война? У нас размещают беженцев в домах культуры, что ли? Я что-то не понимаю, что происходит. Но вот сообщив с какой-то непонятной помпой об этом, Максим Васильевич умолчал о том, будет ли в связи с этим в оперном театре постановка опера «Пир во время чумы», известного в узких кругах русского композитора Кьюи. В общем, это, честно говоря, какое-то уже шапито. Потому что что, мало помещений? Что, мало медицинских учреждений? Мало каких-то крупных объектов в центре Уфы, если вообще это нужно делать в центре Уфы? Дело в том, что вокруг оперного театра практически никто не живет. То есть люди все равно должны будут специально туда ехать, внезапно вакцинироваться. Не около домов, не в спальных районах, Максим Васильевич, не в автобусах, не в передвижных каких-то трейлерах сделал он вот этот вот пункт, а именно в оперном театре. Но тут уже что-то, честно говоря, совсем за гранью даже моего понимания вот этого креатива. Но тем не менее, вот орденоносец вице-премьер Забелин, вот он во всей красе. Выслушав Забелина, Хабиров слегка навел панику. Процитирую его в этот раз. «Несмотря на то, что цифры пандемии положительные, на душе неспокойно. В Европе локдауны. Тревога в душе у нас, и она должна быть в душе. В соседних регионах 200-300 заболевших в день. Довольно высокая смертность». Конец цитаты. Далее Хабиров еще более мрачно сообщил о том, что в мире плетется всемирный заговор вокруг животворной вакцины «Спутник Ви». И именно этот заговор влияет на нежелание граждан вакцинироваться в должной мере. В общем, конечно, честно говоря, Радий Фаридович пересказал краткое содержание программы Владимира Соловьева, которая вышла в субботу на центральных телеканалах России. Я не понял, зачем он полез в эту внешнюю политику, ему бы вовнутренне разобраться. Далее прозвучал трехглавый вопрос о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Традиционно первым выступала Голованова Елена Александровна. Вообще надо упомянуть о том, что руководство ЖКХ в республике меняется так быстро, что Хабиров, например, не успевает выучить имена отчества у руководителя этого ведомства. И потому мадам Голованову на этой оперативке Хабиров именовал то Еленой, то Ириной. Что даже я запутался, полез в интернет проверить, на самом деле, кто же она такая. На самом деле она Елена Голованова, но Радий Фаридович время от времени ей дает другие имена. Так вот, мадам Голованова сообщила нам, что действительно на прошедшей неделе лопнула 500-миллиметровая труба на улице Комсомольской, оставив 32 многоквартирных дома и 5000 человек без отопления примерно на 11 часов. Эта информация подтвердилась, вот то, что мы получили на стриме. Это вторая крупная коммунальная авария за последний месяц, такая масштабная, когда десятки домов остаются либо без воды, либо без тепла. Это очень нехороший предвестник проблем, которые надвигаются на нас в створе жилищно-коммунального хозяйства. Мадам Голованова умолчала о том, что продолжаются разбирательства правоохранительных органов в министерстве ЖКХ, выявлены многочисленные нарушения чиновников. Министерство жилищно-коммунального хозяйства в том числе наложено взыскание и претензии есть к двум заместителям министра, возможно, и к ней самой. Но об этом, конечно, Елена Александровна не стала рассказывать на оперативном совещании. Вторым садокладчиком был, как обычно, садокладчик от Министерства транспорта и дорожного строительства. Но ввиду бегства министра Морзаева выступал заместитель Жульков Виктор Михайлович, который сообщил нам о том, что не снижается смертность и аварийность на дорогах, что на данный момент уже 75 человек погибло на дорогах Башкортостана за 2021 год. Это всего лишь на одного человека меньше, чем за тот же период 2020 года. А 2020 год вышел за нормативы, установленные Хабировым. То есть тут, конечно, мы констатируем, что ситуация не улучшается. И мы, я имею в виду Башкортостан, находимся также в самом низу рейтинга по смертности на дорогах в регионе. Кроме всего прочего, Жульков, равно как и Голованова, умолчал о некоторых деталях в рамках своего ведомства. Я говорю о тотальном подорожании проезда в общественном транспорте. С 1 марта подорожали услуги Башавтотранса и существенно подорожали, например, по карте Алга аж на целых 3 рубля. А уже с 5 марта или с 15, я не могу точно сказать, но вот примерно в этом диапазоне поднимутся так же пропорционально и так же высоко поднимутся цены у частных перевозчиков, о чем заявили уже некоторые из них. Замыкал тройку всадников апокалипсиса. В этот раз Гумиров Фарид Рифович, который тоже сообщил, что в области пожаров, в общем-то, все у нас очень плохо. И за прошедшую неделю насмерть сгорело аж 7 человек, что тоже существенно и чудовищно много на фоне обычной статистики. Но тут Хабиров уже даже головой не кивал. Молча слушал, глядя куда-то вдаль, совсем сквозь вот этих своих докладчиков и никак не откомментировал такой высокий уровень смертности на пожарах. Ну и как обычно, напоминаю вам о необходимости подписки на канал, о необходимости поставить лайк. При возможности вы можете стать спонсорами нашего канала или пожертвовать какие-то средства в пользу канала. Для всего этого у нас устроены все инструменты, есть кнопка «Спонсировать». Мы в каждом сюжете обязательно показываем расчетный счет и прочее, прочее. Одну любопытную деталь отмечу. Анализируя статистику нашего канала, я обнаружил, что 50% наших зрителей не подписаны на канал. Они регулярно смотрят канал, вводя название через поисковик, но не подписались, нажав кнопочку «Подписаться». Пожалуйста, подпишитесь, не поленитесь, вам будет удобнее. А возросшее количество подписчиков у нашего канала продвинет этот канал еще дальше, еще глубже, и сделает его еще интереснее и доступнее вам. Дабы не тратить ваше драгоценное время, я опускаю два абсолютно пустых доклада министра сельского хозяйства Фазарахманова и министра природопользования и защиты окружающей среды Искандарова. Оба они ничего не рассказали нам, готовившись к последующим своим докладам, там что-то так вяло мемлили или болтали. В общем, мы попозже про них поговорим, как-нибудь в следующих передачах. На сцену опять выпустили уже Елену Александровну Голованову, Радь Фаридович переименовал ее. И, несмотря на то, что она осталась тем же самым человеком, выпустили ее с новым докладом, в частности, о проведении ремонтов подъездов многоквартирных домов и благоустройстве придомовых территорий. Вот здесь надо отметить отдельно, что многие эксперты, и я согласен с ними, сходятся во мнении, что именно сфера благоустройства и ремонта многоквартирных домов является основной коррупционной точкой в Республике Башкортостан. Эти действия, эта деятельность все еще недорасследована силовиками, но я думаю, что на будущее у них там огромное поле деятельности, потому что тут весь спектр, весь букет злоупотреблений наверняка может быть обнаружен. Я имею в виду и нарушения в области проведения торгов, и нарушения в области приемки, сдачи работ, и нарушения в области исполнения проектно-смертной документации в части подмены материалов и прочее. То есть здесь, конечно, просто поле непаханное, и надо отметить, что в ходе доклада Елена Александровна нам рассказала о том, каковы объемы финансирования всех этих со-проектов. В общей сложности, вот только в этом году, в нашем скудном 2021 году, когда урезаются бюджеты, когда снижается финансирование культуры, образования, медицины и прочих вещей, именно на эту совершенно непонятно, зачем нам нужную сферу благоустройства и ремонт подъездов территории домов будет потрачено, внимание, 2 миллиарда 734 миллиона рублей только в Башкортостане. Это три подпроекта, значит, ремонт подъездов, башкирские дворики и федеральная программа, которая, значит, называется формированием комфортной городской среды. Вот в рамках этих трех подпрограмм министерство ЖКХ, министерство, в котором министр арестован в Республике Башкортостан, потратит 2 миллиарда и 734 миллиона рублей. Я повторяюсь, эксперты говорят о том, что именно эта сфера является источником самой большой, самой объемной коррупции в Республике Башкортостан. Надеюсь, что со временем силовики доберутся и до этой сферы, возможно, они сейчас этим занимаются и выведут на чистую воду, потому что к этим программам имеют отношение не только чиновники, непосредственно трудящиеся в Министерстве жилищного и коммунального хозяйства, но что-то мне подсказывает, что некоторые чиновники администрации главы Республики Башкортостан имеют непосредственное отношение к перераспределению и распределению коррупционных потоков именно от этих программ. Завершающим докладом оперативного совещания был доклад опять исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного строительства Жулькова Виктора Михайловича. У нас как-то два было основных действующих лица на этой оперативке. Это вот мадам Голованова и господин Жульков. Так вот, Жульков нам рассказал о подготовке дорожно-транспортного комплекса к работе в весенний период. Вообще, на меня этот персонаж производит такое очень удручающее впечатление. Какой-то вот человек из каких-то 80-х брежневских времен с такой же фразеологией, лексикой, произношением, набором слов в докладах. То есть, очень так по-канцелярски. В общем, ужасно, конечно. Человек, видимо, не готов или нужно учиться, я не знаю. Ну, вот он нам рассказал о том, что главным действующим фактором по подготовке дорожно-транспортного комплекса будет создание противопаводкой комиссии, очистка от снега, льда. Ну, в общем, вот как-то вот так вот все. Он перечислял бесконечно вот эти свои мероприятия дежурные. Меня зацепила одна мысль о том, что переходов через ноль, так называемых, в этом году зимой господин Жульков не обнаружил в климатических условиях республики. И потому разрушение дорожного полотна незначительно, цитирую я господина Жулькова. Давайте запомним эту фразу, вот когда сойдет снег, посмотрим, насколько незначительно разрушение дорожного полотна на самом деле. И соотнесем это с заявлениями господина Жулькова. Хабиров мрачно слушал доклад Виктора Михайловича и от себя добавил, что ямочный ремонт – это очень болезненная история. Безусловно, Радий Фаридович помнит вот эти жаркие баталии с Тимуром Махметьяновым, которые происходили у них по поводу ямочного ремонта. Эти совершенно нелепые попытки учитывать ямы через цифровые приложения. Я надеюсь, что в этом году у нас это не продолжится. Граждане навсегда останутся недовольны двумя факторами, основными фундаментальными факторами в российской державе. Я имею в виду дураки и дороги нас никогда не покинут. Соответственно, что бы ни делали и как бы ни оцифровывали ямы, наверное, дороги будут всегда возмущать жителей этой страны. Не знаю, с чем было связано то, что Хабиров все оперативное совещание имел какой-то отсутствующий вид. То ли он устал, то ли как-то отчаянно провел выходные, то ли просто ему неинтересно было слушать то, что там происходило. Но действительно, практически всю оперативку он сидел с отсутствующим видом, переспрашивал, уточнял очевидные вещи, но как-то вот отсутствовал ментально на этом совещании. А закончил он эту оперативку и вовсе неожиданно, без каких-либо логических переходов, на всякий случай напомнив Забелину о персональной ответственности за уровень смертности в республике Башкортостан. Видимо, пометуя о том, что в прошлом году необъяснимая избыточная смертность в республике составила аж целые 10 тысяч человек, и не Забелин никто другой никак и ничем объяснить эту смертность не смогли.